Я не медик, у меня медицинское образование очень маленькое, то есть я медсестра ГИО, то есть общее представление рисков у остальных людей. Но к 55 годам я заработала очень много заболеваний. То есть когда я пришла к приборам, я буду говорить быстро, все понимают, это уже успеть больше. Когда я пришла к приборам, это был 2012 год, и я сначала не поверила, сказала, я такая умная, такая грамотная, у меня два высших образования, у меня два диплома, я грамотная, коробочка лечить не может. Это был 2011 год, прошел год, я взяла эту коробочку, но к сожалению, год уже был потерян, так скажем, для меня. И вот, понимаете, первые приборы, которые я взяла, они были не такие сильные, вот на самом деле в 130 раз это сильнее. Я занималась этими приборами, уже начала получать результат, понимаете, то есть это слабенькие приборы, которые начали меня лечить. И я в это поверила, поэтому я охотно верю, я никогда не думала, что там в этой коробочке есть. Физику я тоже когда-то учила, общее представление есть об этом. Но результаты, которые я получила, сама на себе проверяю, я это все записываю. И вплоть до того доходило, что я записывала, что я с утра покушала, что я в обед, что я вечером, потому что ЖКТ, язва 12 перстной луковицы. То есть заболевание где-то было около 50 диагнозов разных, мелких и больших, включая сюда диабет по второму типу, очень серьезный, включая камешки, которые в желчном были и которые росли потихоньку. Я в прибор, по-честному говорю вам, что я вначале к приборам камни даже не убирала. Я не могла поверить, что это возможно. Вот этим приборам, которые еще были слабые первых поколений. А вот именно на этом, на Smart Life за год ушли камни желчного. Есть подтверждение УЗИ. То есть я это делала для себя и для людей, для того, чтобы получить. Я сама не поверила этому, понимаете. Куда они исчезли, как они, я нигде их не замечала. Ничего этого, никаких коликов, слава Богу, не было. Но камни же были в желчном, видно на снимке. А потом их нет. Вот и вам и результат. Понимаете, поэтому, слава Богу, что нет хронических заболеваний. Да, это намного тяжелее. Но вот если брать, например, камни, их оттуда, знаете, как мне сказал хирург, который рекомендовал лапароскопию убирать. Я говорю, так вы же камни уберете вместе с желчным? Я говорю, да, по-другому же нельзя. И можно обойтись без желчного. Он говорит, это очень легко, можно жить без желчного, вам все будет хорошо. Я говорю, понимаете, если туда Бог его ставил, то он там должен быть, этот желчный. Он говорит, ничего страшного нет, в общем, давайте все это будем убирать. Он говорит, вы ничем, фраза врача, хирурга за в отделение, вы ничем эти камни оттуда не вытянете. Они у вас такие, что вот в принципе уже ничего сделать нельзя. Это же не то, что мелкие, которые там могут какими-то народными средствами уйти. Поэтому, что я хочу сказать, то, что я могу сейчас наводить все свои примеры за вот эти 5 лет, вот в ноябре будет 5 лет пользуюсь приборами. На самом деле, каждый день я получаю какие-то новые и новые результаты, при том я нахожу сама в приборе те программы, которые мне надо, и как это классно, когда вот 2-3 дня это уходит. Да, хроническое заболевание намного дольше, но и официальная медицина намного дольше лечит. И потом, когда мы берем в аптеке средства, мы же не идем каждый раз с таблеткой, а ну покажите, пожалуйста, в институте, что там в этой таблетке есть. Понимаете, недоверие к официальной аптеке тоже есть, неизвестно, что туда положили. Понимаете, это же не мы говорим, мы же никто не проверяем, что там находится в этой таблетке. Даже может и ваши средства, которые вы продаете, мы ведь тоже, мы идем в аптеку, доверяя аптеке, потому что да, у нас же есть сертификаты, там вот есть специальные учреждения, которые проверяют все медицинские средства, которые есть у нас в аптеке. Понимаете? Мы верим, мы идём туда, и мы этому доверяем. Хотя неизвестно, что там, и это помогает. В лучшем случае, слава Богу, что это нейтрально, а не хуже сделано. Понимаете? Поэтому здесь тоже так. Понятно, что всё то, что новое, оно всегда вызывает недоверие. Я сама такая же была, но те результаты, которые я получаю каждый день, и мои родные, и все окружающие, просто восхищают. Поэтому я желаю всем абсолютно людям, которые есть на планете Земля, пользоваться. Это же на самом деле медицина 21 века. Ну да, можно народные средства, пожалуйста. Есть травки, есть биодобавки. Всего в мире очень много. Wellness, пожалуйста, ходите на тренажёрные залы, меньше кушайте. Ну а какой кайф, когда я 30 лет боролась, и 25 килограмм ушло вот так вот легко и просто. Я никакой способ жизни не меняла абсолютно. То есть я как переедала, ну то есть мы все одинаковые, потому что очень тяжело себя сдержать в этом плане. Вот поэтому сам прибор, он на самом деле творит чудеса. И слава Богу, что мы здесь. Понимаете, ещё раз одно подтверждение. Вы умница, что вы подавали везде. Правильно, надо проверять всё. Но результат, то есть я, например, не знаю, что там, но результат я получила. Поэтому я всем призываю, покупайте приборы, пользуйтесь приборами и рассказывайте окружающим. Потому что, знаете как, Бог даёт всегда знаки людям. Вот когда вот я просила, Боже, пошли мне, пожалуйста, у меня там вот диабет, и я не хочу принимать. Я за всю жизнь не выпила ни одной таблетки. Вот эти все сиофоры, манинилы мне приописывали. То есть врач эндопинолог, он писал мне это. Я это не принимала, потому что я же прекрасно понимаю, как это вообще ленивая поджелудочная, а она потом вообще перестанет что-нибудь делать в жизни. И всё. Поэтому это да, диета, голод-холод, физические нагрузки. Съела конфетку, пошла поработала, что-нибудь сделала. То есть это нормально. Вы знаете, сейчас вот открывают специальный центр по борьбе с диабетом, так там знаете, что делать? На самом деле физические нагрузки людям делают. И они убирают, то есть уходит жировая прослойка, а поджелудочная не любит жир. То есть покрывается поджелудочная жировой прослойкой, и сразу идёт диабет. Почему же на самом деле люди, которые имеют избыточный вес, они больше подвержены именно диабетам? Потому что она нагревается, она холода. Она холод хочет.